Значит, на прошлом занятии мы с вами познакомились с основами языка Хаскеля, с основами синтаксиса. На этом занятии мы с вами поговорим подробнее про другие инструменты, которые есть в языке, и, в общем, поучимся программировать с помощью этих самых дополнительных, более подвергных инструментов. Сначала мы немножко подробнее, чем до сих пор, обсудим понятие ленивости, и выясним, каким образом можно форсировать вычисления в Хаскеле, когда ленивость не очень хорошо работает, и что это за ситуация. Потом мы обсудим одну из таких ключевых тем, которая зовется сопоставление с образцом, и обсудим, как можно определять типы данных в языке Хаскель. Пока мы, в общем, пользовались довольно бедным набором типов, а в Хаскеле есть довольно богатая система типов сама по себе и богатые способы определения объявления типов данных. Ну и, наконец, третью тему я боюсь, что мы не успеем обсудить, но плавно наша лекция перетечет в практику, и практика как раз будет посвящена типу данных список, который зовется список, и функциями, и прочими инструментами, которые в Хаскеле в большом количестве присутствуют, с помощью которых мы со списками работаем. Ну ладно, значит, первая заявленная тема ленивость и строгость. Давайте мы начнем обсуждение с некоторого вопроса, а именно с вопроса о том, сколько в типе булл имеется значение. Ну, мы помним, как булл был определен. Булл был определен как сумма true и false, то есть это некоторое перечисление, которое содержит два значения, и вроде бы в соответствии с определением у типа булл два значения. Но на самом деле это не так. Мы можем написать функцию, которая принимает тип булл и возвращает. Тип булл – это функция, которая вот называется bot. Ну, действительно, мы помним, что нот имеет тип булл. То есть это функция, которая принимает булл его значения и возвращает булл его значения. И, во-вторых, у нас есть инструмент, который зовется рекурсия. Поэтому система вывода типов языка хаскель, естественно, когда мы пишем вот такое вот определение, bot равняется нот, она что говорит? Нот имеет тип булл, булл, передается параметр очередного типа булл, ну и возвращается параметр типа булл. То есть бот, функция, которую я здесь написал, она в полном соответствии с нашими правилами имеет тип булл. Ну, раз бот имеет тип буллл, значит, он населяет этот самый тип. Но мы прекрасно понимаем, что подобного рода рекурсивное уравнение, если мы будем его разрешать вычислительным образом, то оно приведет к незавершающемуся вычислению. Ну, действительно, что нужно сделать, чтобы вычислить значение бота? Нужно взять значение бота и вызвать нот. То есть в следующий раз, когда у нас будет следующий рекурсивный вызов в бот, ну, опять будет нот, бот, нот, 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 бот и так далее до бесконечности. То есть это вещь расходящаяся. У него ни значение true сюда не подходит, ни значение false сюда не подходит. Это просто расходимость, причем расходимость безусловная. Ну, вот в хаскеле говорится следующее слово, что у нас есть некоторое значение, которое обзывается боттом, ну, по-русски говорят основание иногда. Ну, или боттом. Это значение, которое населяет любой тип. То есть вычисление любого типа может расходиться, и значит, вот помимо тех значений, которые явно присутствуют в каждом типе, которые, собственно, мы определяем тип, ну, вот значение и есть. Есть еще одно значение, разделяемое всеми типами. Ну, кстати, наша функция undefined, которую мы с вами изучали на прошлой практике, она ровно такая же. Ну, ровно да неровно. Операционно, когда мы запускаем вычисление такой функции, то мы уходим в бесконечное вычисление. С другой стороны, undefined, он заканчивает вычисление, правда, с ошибкой. Ну, вот в статической семантике Хаскеля это все не различается. Операционно они различаются, но при описании языка и при рассуждении о программах говорится, что мы ничего не различаем. То есть вот всякие ошибки вызовом функции error, а также приписывается это значение. То есть если наша программа по каким-то причинам ведет себя плохо, то есть либо расходится, либо вылетает с ошибкой, то тогда мы говорим, что получилось значение какого-то типа, в типах расходимости нет, но значение это бот, значение основания. Вот такое значение у нас есть, значение незавершающегося вычисления. Теперь давайте поговорим немножко о том, для чего такие значения есть. Ну, мы с вами уже сталкивались с этим, давайте еще раз повторим некоторый пример. Вот у нас есть некоторая функция, которая определена следующим образом. Она игнорирует свой аргумент и всегда возвращает значение 42. Вот в такие функции, которым значение аргумент просто не нужно, ну, иногда оно не нужно при наступлении некоторых условий дополнительно, но сейчас просто мы разбираем простой случай. Значение просто игнорируется. Если мы в такую функцию передадим вот это самое наше значение типа бот, а туда можно передать любого типа значения, вот мы передаем наш бот, который мы так определили, то наша функция в Хаскеле вернет значение 42. Почему? Потому что у нас вычисление, вызов происходит по необходимости, то есть значение аргументов вычисляют, только 40, они действительно нужны. Поскольку здесь значение x, вместо которого мы передали бот, не нужно, то Хаскеле совершенно не интересуется этим значением и возвращает нам 42 в соответствии с определением функции. Такие функции называются не строгими по этому аргументу. Это такой часто встречающийся термин. Важно понимать, что в Хаскеле на самом деле любая функция рассматривается как функция одного аргумента. И именно про этот аргумент, про первый, мы и говорим, строгий или не строгий. Если мы рассматриваем функцию нескольких аргументов, там терминология немножко не очень хороша, рассуждать про строгость или не строгость. Мы всегда говорим про некоторый первый конкретный аргумент. Вот про него мы можем однозначно говорить, является ли функция не строгой или строгой. Определение строгой функции ровно обратное. Для него всегда выполняется вот такое вот равенство. Если мы строгой функции f передаем расходящийся аргумент, передаем значение типа bot, то она возвращает bot расходимость. Если функция ведет себя так, то она называется строгой функцией. Вот анализ строгости и не строгости. Это довольно важная в Хаскеле конструкция. Поэтому нужно понимать, что определение строгости — это определение на одном аргументе поведения либо такое, либо такое. Ну, поскольку в Хаскеле все функции чистые, и, соответственно, поведение полностью определяется значением аргумента, то функция одного аргумента мы всегда четко можем сказать, как она себя ведет. Передали туда bot, ну, все, значит, либо вычислилось какое-то значение отличное от bot, значит, функция не строгая, либо bot, значит, функция строгая. Теперь есть ситуации, когда ленивый характер вычислений, вызов по необходимости, приводит к тому, что у нас накапливается довольно длинная цепочка отложенных вычислений. Иногда полезно уметь изменять семантику языка Хаскель, изменять вот эту ленивую семантику, форсируя некоторые вычисления. Для этого есть специальный комбинатор. Комбинатор, который зовется СЭК, он является частью стандартной библиотеки языка, но он не может быть написан на языке, потому что он меняет семантику. Поэтому мы рассматриваем это как некоторое расширение языка, так же, как мы в лямбдоисчисления добавили комбинатор фикс и получили некоторую более широкую конструкцию. Так же и комбинатор СЭК довольно важен. СЭК имеет следующий тип. Ну, он там написан, я его здесь воспроизведу. Собственно, СЭК принимает два аргумента и всегда возвращает свой второй аргумент. То есть, если бы мы ограничивались нашей стандартной семантикой, то комбинатор СЭК ничем не отличался бы от нашего классического К со звездочкой. Но СЭК делает следующее. Он берет первый аргумент и вычисляет его. То есть, вот это такое не совсем формальное определенное СЭК. На языке Хаскеля просто невозможно писать бот в качестве аргумента. Но вот если мы СЭК передаем в качестве первого аргумента расходящееся вычисление, то результат расходится. Если же мы СЭК передаем нерасходящееся вычисление, то происходит следующее. Параметр А вычисляется. И дальше возвращается параметр B. Ну, вот такой инструмент форсировать вычисление. То есть, параметр А нам не нужен для вычисления, потому что вроде как у нас принимается B и возвращается B. Но, тем не менее, это вот некоторый такой базовый комбинатор. Можно было по-другому определить базовый комбинатор в других терминах. И есть некоторые комбинаторы, которые определены как производные. Но вот в Хаскеле принято решение именно такой комбинатор использовать для форсирования вычислений. Теперь следующий вопрос. А насколько сильно этот комбинатор СЭК форсирует? То есть, докуда он проводит вычисления? Ну, давайте мы попытаемся позапускать комбинатор СЭК. Предполагаем, что мы открыли GHCI. И пытаемся позапускать комбинатор СЭК на разных входах. Передаем к нему в качестве первого параметра расходящееся вычисление и 42, как всегда, в качестве второго параметра. Ну, понятно, что СЭК пытается вычислить первое значение, и поскольку undefined сразу же прерывает нам вычисления, то у нас прерывается наше вычисление и возвращается то, что обычно возвращает undefined при вызове. Если мы туда передадим некоторую функцию, строгую, а иди строгая функция, потому что она всегда по понятным соображениям, она возвращает свой аргумент, ну, соответственно, аргумент должен быть вычислен. Передадим туда строгую функцию, заданную undefined, мы получим то же самое поведение. Однако на самом деле СЭК форсирует вовсе не полностью вычисления до конца. У нас есть некоторые конструкции, которые задают барьер для распространения этого СЭК. Вот следующий пример показывает, что конструктор, а скобочки вот такие вот круглые, это конструктор пары, конструктор, он служит барьером для распространения СЭК. То есть здесь у нас в качестве параметров переданной undefined, но поскольку СЭК обнаруживает, что здесь есть конструктор, то дальше он не продолжает вычисления. То есть есть некоторые барьеры, останавливающие вычисления СЭК. Лямбда тоже служит таким же барьером. Если мы передали вот такую вот функцию, то СЭК заглядывает, видит, что там вычислять нечего, там есть функция лямбда, барьер для вычисления, и возвращает нам значение 42. Таким образом, СЭК форсирует не очень сильно вычисления. В Хаскеле есть уже не в качестве стандартного комбинатора, а в качестве такой библиотечной, полезной для параллельных вычислений функции, так называемый ДИПСЭК, который пытается вычислить до самого упора, до самого конца, то есть привести вычисления глубокие. Это нужно иногда, когда мы запускаем параллельные вычисления, и нам хочется довести что-то до окончательного значения. Ну вот, если бы там был не undefined, и какие-то другие вычисления, они бы тоже, кстати, не вычислялись. То есть здесь понятно, что речь идет не просто о существовании undefined. Там может быть какое-то сложное выражение стоять, ну вот здесь 2 плюс 3 стоять, ну вот здесь 3 плюс 4. Вот такой вот вызов СЭК, ну там 42, он вернет 42, но вот эти вычисления он не проведет. В этом как раз и отличие. ДИПСЭК проведет вычисления здесь, то есть он залезет во все. Вы сказали, что ДИПСЭК пытается, значит, у него вычисляет это вообще. Прости. Вы сказали, что ДИПСЭК пытается вычислить. Ну то есть он всегда вычисляет? Не, давайте про ДИПСЭК, это совершенно отдельный разговор. Можете почитать книжку Саймона Марлоу «Параллельное конкурентное программирование на Хаскеле», и там как раз описано ДИПСЭК. ДИПСЭК — это в общем часть некоторой библиотеки, которая ведет себя определенным образом по определенным правилам. Я сейчас очень далек от того, чтобы рассказывать вам все нюансы того, как реализован ДИПСЭК. Поэтому, если интересно, почитайте книжку, она на русский язык даже переведена. Там про ДИПСЭК много написано. Я обсуждаю свое поведение. Хорошо. В терминах СЭК определены некоторые полезные комбинаторы, с помощью которых обычно и форсируют вычисления. То есть форсируют вычисления можно с помощью СЭКа, но есть комбинатор, который выглядит так. Доллар — восклицательный знак. Помните, что доллар — это оператор аппликации, а доллар со специальным знаком — это оператор строгой аппликации. То есть он применяет функцию f к аргументу x, но применяет ее в рамках неленивой стратегии, а аппликативной. То есть посмотрите, что он делает. Он сначала пытается вычислить аргумент x, оператор доллар, применяется к x, то в соответствии с тем определением, которое я на слайде видно. Что происходит? Происходит попытка вычислить x, ну, форсирование вычисления x, ну, не глубокое, но тем не менее происходит. А потом просто возвращается в соответствии с определением СЭКа второй аргумент СЭК, то есть f от x. То есть фактически это оператор применения с попыткой вычислить аргумент функции, то есть добавить немножко энергичности. Ну, он приведет x к слабой заголовочной нормальной форме, можно сказать так, то есть если там есть редекс, он, ну, и бросит его в таком состоянии, как бы, а потом вызовет функцию f, а дальше функция f. Что ей нужно, что ей нет. Я ответил на ваш вопрос или нет? Понятно. Да. Хорошо. Ну, вот, естественно, если мы используем этот оператор, оператор аппликации с вызовом по значению, то тогда undefined уже передавать нельзя. Если вы помните, функция const 42, она всегда возвращала 42, игнорируя свой аргумент, но поскольку здесь мы все-таки применяем такой оператор, то у нас расходимость возникнет. Вообще, восклицательный знак Хаскеля 1, он во многих контекстах используется как указатель на то, что что-то происходит строго. То есть базовый комбинатор СЭК, но есть много конструкций с восклицательным знаком, они как раз эту строгость и описывают нам. Ну, вот, для чего может использоваться СЭК, это просто некоторый примерчик. У нас был факториал с аккумулирующим параметром. Была такая функция, где вычисления проводились в... в рамках основных вычислений проводились внутри функции helper. И, если вы помните, я даже на доске расписывал, helper будет содержать некоторую цепочку вычислений. То есть сначала будет раскручиваться рекурсия, потому что helper так определён, что он сразу же сам себя вызывает. Ну, правда, на втором аргументе меньше на единичку, но тем не менее. Helper вызывает helper, вызывает helper, и в итоге у нас, пока второй аргумент не станет единичкой, у нас будет единичка вычитаться из него, и будет нарастать цепочка умножений. То есть вот у нас будет санк, который содержит длинное отложенное вычисление. А потом уже, когда раскрутка helper завершится, когда мы достигнем единицы, то тогда вот это вот вычисление, это умножение и произойдёт. Ну, ясно, что при вычислении факториал особых проблем нет. Факториал считается от не очень больших чисел. От очень больших чисел вся сложность факториала в том, чтобы просто вывести результат. Поэтому, но тем не менее, вот в других ситуациях может сформироваться длинный санк. Там, если у нас миллион шагов, то санк из миллиона умножения. Это уже плохо с точки зрения производительности. Оптимизатор GHC обычно справляется с такими ситуациями. То есть если вы компилируете без оптимизации, у нас легко может возникнуть переполнение. Оптимизатор, в общем, во многих ситуациях справляется, но тем не менее, если он не справляется или если вы просто не хотите на него полагаться, вы можете форсировать вычисления здесь. Вот как раз пример того, каким образом происходит форсирование. Как секс может помочь с переполнением? Если у нас и так переполнение, то и так переполнится. Переполнение из-за чего происходит? Из-за того, что у меня возникает длинная невычисленная цепочка. Она лежит вся в памяти. Она формируется в памяти. Переполнение происходит из-за того, что у меня просто в память не влезает. Я же могу с огромными числями в Хаскеле работать. Ну вот какую-то операцию. Просто сложить миллиард значений, например. Ну и все, вот цепочка сумм миллиарда значений, она будет у нас лежать в памяти. В Хаскеле, да, вообще есть такая проблема с пространственной сложностью функции, с анализом. Тут нужно быть, поскольку у нас ленивое вычисление, то вот эти нарастающие санки иногда плохо влияют на производительность. И как раз вот в простых ситуациях оптимизатор справляется, но в общем нужно понимать модель вычислений. Если у вас написанная вами функция как раз порождает вот такую цепочку, ну вот факториал такой самый простой, ну пример того, откуда может возникнуть такая невычисленная цепочка, то лучше, если вы ее можете вычислить, лучше форсировать в этом месте. То есть, ну вот, и с помощью этого оператора как раз форсирование происходит. То есть мы говорим, что хелпер должен свой аргумент, который ему передаваться, попытаться вычислить. А поскольку у нас и значение k, и значение аккумулятора известны в этот момент, то хелпер просто вычислить произведение, в итоге цепочка нарастать не будет. Так это же один и тот же х. У нас механизм разделения, конечно же, есть, иначе просто линиевые вычисления не работают. У нас на самом деле в Хаскеле во время исполнения все значения представляют собой санки. Если у меня есть х какой-то, то, конечно, это просто есть некоторая косвенность. Это указатель на некоторое хранилище. То есть если у меня там х, ну я не знаю, если х это 2 плюс 3, например, то у меня 2 экземпляра х, которые здесь и здесь есть, это просто на самом деле указатели на одно и то же место. Если мы форсировали в одном месте вычисления, то здесь появилось 5, ну и значит другой х тоже ссылается на 5, на то же самое хранилище. То есть не надо полагаться, там есть такая проблема, зовется common sum expression, но если вы что-то обозвали какой-то переменной, то, естественно, она связывается в разных местах, ссылается на одно и то же хранилище. Мне как раз можно было бы немножко подробнее поговорить про низкоуровневое устройство всего этого, но мне не хочется вдаваться в технические детали, я просто так вот на пальцах говорю, что такая модель есть. А уж как это все работает, можете почитать с того же самого Саймона Марлла, там как бы в самом начале, как бы замечательно расписано все, каким образом происходит вычисление. хорошо, ладно, двигаемся дальше. Ну вот, собственно, все, эту тему мы обсудили, мы будем на практике сталкиваться с такого рода ситуацией, задачки у нас будут, мы, в общем, на примерах лучше поймем, каким образом со всем этим работать, пока я только некоторый простой инструментарий вам писал, уже детали того, как его использовать, мы потом увидим по ходу дела. И теперь мы переходим к еще одной важной теме, ну, вообще все эти важные, конечно, но это такая тоже одна из ключевых тем, отличающих Haskell от многих других языков. Эта тема посвящена тому, каким образом мы можем определять типы данных в языке, какие у нас инструменты для этого есть, и как мы с этими типами данных можем работать. Как мы их можем обрабатывать? Здесь ключевую идею я, пожалуй, сначала изложу, прежде чем переходить к слайду. Идея такая, что в отличие от императивных языков, в отличие от императивных языков, где у нас есть изменяемое состояние, в Haskell изменяемого состояния нет. К чему это приводит? В императивных языках вообще инкапсуляция это такой очень нужный инструмент. То есть, когда мы на каком-то объектно-ориентированном языке описываем какой-то тип данных, мы всегда тщательно скрываем внутренность этого типа от пользователя. То есть у нас есть некоторая внутренняя реализация типа, то, что мы как бы в приватной области объявляем. Есть публичный интерфейс. Почему мы скрываем? Почему мы выдерживаем в императивных языках скрывать приватную часть? Потому что если мы дадим пользователю возможность работать со всем приватной частью объекта, мы можем нарушить некоторые инварианты вронтально. То есть объект имеет сложную природу, он живет как-то во время исполнения, у него меняются значения каких-то полей, и мы вполне можем иметь возможность нарушать инварианты внутри объекта, в приватной части, а в публичной части мы это запрещаем. Поэтому проблема инкапсуляции, она в объектно-ориентированном программировании очень важна. С другой стороны, у нас нет никаких изменяемых объектов. У нас весь объект, все он сформировался, он такой и есть навсегда. Поэтому для нас инкапсуляция не важна. И Хаскель исходит из этого соображения. Все внутренности объекта, вся внутренняя структура, она постоянно доступна программисту. То есть вообще нет возможности спрятать какую-то часть типа данных. Ну есть, конечно, но с помощью механизма модуля, как раз это единственный момент инкапсуляции. То есть мы можем на уровне модуля и сказать, что что-то не экспортируем. Но вообще говоря, в Хаскеле вся внутренняя структура объекта, она доступна, и поэтому механизм сопоставления с образцом как раз нам и позволит с этой внутренней структурой довольно эффективно работать. Ну ладно, это было некоторое такое предварительное обсуждение. Теперь двигаемся дальше. Вот пример функции, которая переставляет элементы пары. То есть, ну у нас был тип этой функции какой? У него была пара и значения а и b. Если мы переставим элементы, то тип поменяется и будет тип b, а. Ну никаких ограничений на а и b здесь не накладывается, поэтому мы можем написать эту функцию как истинно полиморфную, параметрический полиморфную. Любой тип подходит вместо а и подходит вместо b. Как бы мы могли написать реализацию, если бы у нас не было сопоставления с образцом? Тогда бы я написал функцию swap так. swap. Ну здесь она принимает один аргумент, x. И дальше я помню, что над парами у меня есть две главные функции, функции, которые элиминируют пару. Это функция f, st, которая возвращает первый элемент пары. И s, d, которая возвращает второй элемент пары. Ну вот в терминах этих самых функций я бы написал так. То есть, x у меня, давайте не x, другую букву. Здесь используем p. Это у меня пара. И я должен сформировать пару какую? На первое место поставить второй элемент пары, а на второе место поставить первый элемент пары. То есть, вот это такой стиль написания с помощью элиминаторов. У меня для пары есть каким-то образом сделанные элиминаторы, функции, возвращающие первый и второй элемент. И вот функция swap выглядит так. Но в Haskell есть другой механизм, который заменяет собой элиминатор. Здесь мы вместо переменной можем указывать еще что-то другое. Мы с этим уже немножко сталкивались. Для, скажем, для булевых значений мы писали false и true. Но оказывается, что мы можем использовать здесь и переменные к тому же. То есть, мы можем написать некоторый конструктор. Конструктор пары у нас выглядит вот так. Здесь элемент, здесь элемент. И связать не всю пару целиком переменной, а кусочки пары элементов. То есть, я x-ом связываю первый аргумент пары, а y-ом связываю второй аргумент пары. Это вполне законная работа. И Haskell понимает, ага, раз здесь передается некоторый конструктор пары, а у меня в типе написано пара, ну, значит, все хорошо. Вот у меня есть конструктор пары, я его разобрал. А элементы, которые у меня лежат в паре, связываются с переменными. Здесь с переменными связывается вся пара, а здесь у меня происходит связывание с переменными уже элементов пары. То есть, вот в синтаксе сопоставления с образцом все выглядит проще. Тот свап, ну, в общем, он делает то же самое, что этот свап. Итак, вот наше первое знакомство с сопоставлением с образцов. Ну, при вызове происходит чего? Происходят два действия. Ну, во-первых, компилятор проверяет, на стадии компиляции еще проверяется, что конструктор подходящий, то есть свап передается объекту того типа, который нужен. А дальше связывание происходит следующим образом. С х-ом связывается пятерка, а с у-ом связывается значение true. Ну, и дальше происходит вычисление функции. То есть, ну, вычисление, конечно, в рантайме уже происходит. В дизайн тайме можно только проверить, что передается конструктор, подходящий тому конструктору, который у меня использовался в определении функции. Ну, вот эта идея сопоставления с образцом, она очень широко в Хаскеле применяется. То есть, большинство функций обычно здесь используются как раз не напрямую переменные в качестве параметра, а некоторые образцы, как вот там. То есть, вот то, что здесь оказывается, либо переменные, либо образец. Ну, вот давайте по ходу дела мы будем смотреть, какие образцы у нас есть, и как мы с ними можем работать. Ну, теперь образцы, естественно, задаются конструкторами, поэтому мы должны посмотреть, какие способы описывать конструкторы типа данных у нас есть. Самый простой способ задавать тип данных — это перечисление. В перечислении все конструкторы нолярные, то есть, они не принимают никаких аргументов, это просто некоторые, ну, константные значения. Вот я определяю тип данных — color, который содержит 5 значений. Соответственно, для того, чтобы разделять значения, используются вертикальные черта. Иногда про такие типы говорят, как про типы суммы. Но позже я немножко поясню, наверное, почему они называются суммой. Здесь появилась еще одна конструкция, которую, в общем, мы будем проходить подробно на следующей лекции. Некоторое ключевое слово — deriving, и дальше некоторый класс типов — show. Haskell для некоторых классов типов может автоматически выводить представителей. Мы немножко про классы типов говорили. Для чего этот класс типов нужен? Этот класс типов нужен для того, чтобы выводить элементы соответствующего типа на консоль. Ну, или вообще в строковой поток. То есть, превращать элемент нашего типа в строку. Ну, понятно, что когда у нас алгебраическое вот такое простое определение, то понятно, как превращать в строку автоматически. То есть, если у меня есть thread, скажем, в значении этого типа хранится red, то как это будет выводиться на экран? Если я напишу, например, в гажца x равняется red. Ну, то есть, x имеет тип color, и x равняется red. Ну, хорошо, значит, у меня переменная x хранится red. Дальше я пишу x, и что должен мне сделать гажца? Он должен перевести значение этого типа в строковое представление. Он должен вывести строку. Ну, ясно, какой строк он здесь должен вывести. Red. Ну, вот если бы я не написал deriving show, гажца я бы меня выругался и сказал, что нет, у меня представитель класса тип в шоу, я не могу превращать в строку объекта этого типа. Ну, вот, а шоу он позволяет превращать соответствующий объект в строк. Причем хаскал имеет это автоматически дело. То есть, вы к любому типу можете приписать deriving show, и тогда он будет отображать тип. Ну, фактически так, как он определил. Ну, ладно, хорошо. То есть, вот, я напоминаю, что хотя одно и другое начинается с большой буквы, но тем не менее есть терминологическое различие. Ну, и различие в использовании. Color зовется конструктором типа, а red, green, blue и так далее зовутся конструкторами данных. Конструкторы данных у нас используются в термах, а конструкторы типа используются как составная часть типа. Ну, вот, теперь у нас функция из RGB, которая проверяет, являются ли элементы нашего типа red, green или blue, и возвращает true в случае, если у нас действительно они являются, а во всех остальных случаях они возвращают false. Ну, вот как функция может быть написана, мы просто в перечислении, перечисляем все элементы перечисления, которые обладают нужным нам свойством. А дальше мы могли бы написать еще два уравнения, что там значение false, но мы можем поступить по-другому. Мы можем написать последнюю строчку вот так вот. Из RGB x равняется false. Это вполне законное действие, то есть мы говорим для любых остальных x-ов, то есть мы здесь у меня о том, что раньше. Для любых остальных x-ов возвращаю false. То есть идея сопоставления с образцом основная заключается в том, что мы все образцы просматриваются сверху вниз в порядке определения функций. И происходит сопоставление, то есть мы берем, передаем, например, функцию sRGB, мы передаем там blue. Тогда просматривается первый образец, blue и red разные, поэтому сопоставление не проходит, неудачно. Переходим к следующему уравнению, опять проверяем, переходим к следующему уравнению, blue сопоставление удачно, значит выполняется первое удачное сопоставление. Все, что дальше происходит, не просматривается у нас. Образец вот этот вот, x просто переменный, это тоже образец, но это как раз пример неопровержимого образца. Если у меня стоит здесь переменная, значит подходит все что угодно сюда. То есть обычно такие образцы пишутся в конце, ну просто потому, что нам нужно разобрать red, green, blue отдельно, а в остальных случаях мы просто пишем x. x здесь писать можно было бы, но смысла связывать переданное значение с переменной нет, потому что в правом части нам не нужно пользоваться x. В той ситуации, когда нам нужно просто сказать, что во всех остальных случаях веди себя так, а значение конкретное не важно, используется как раз вот этот вот wildcard, то есть символ подчеркивания, который в общем, ну иногда его джокером называют, то есть под него подходит все что угодно, но он ничего не связывает. если бы у нас справа аргумент использовался, тогда джокер не подошел бы, потому что нам нужно связать с переменной и что-то делать. а если не используется, то обычно маркируется все подчеркиваем. следующая конструкция, это тип произведения. Ну вот перед нами некоторый тип, который описывает точку на плоскости. Ну имеется в виду, что это плоскость вещественная, то есть у нас в качестве аргумента передают координаты точки, это два значения типа double. То есть фактически мы можем смотреть на это как на пару даблов, но мы используем не пару, потому что синтаксис пары это все-таки некоторый специально устроенный конструктор. Вместо этого мы используем некоторый конструктор данных, ptd. То есть вот у нас тип с одним конструктором. Конструктор типа это point double, это такой тип. А конструктор данных зовется ptd. Ну, чтобы короче писать. И дальше мы перечисляем в качестве аргументов те элементы, которые мы хотим включить в наше Декартово произведение. Ну если бы я хотел тройку использовать, трехмерную, например, точку, что бы я сделал? Я бы написал там double, double, double. То есть тем самым у меня этому конструктору данных передается для того, чтобы сконструировать объект, нужное количество аргументов. Ну вот, следующая строка показывает, что как раз тип этого конструктора данных такой. Он у меня принимает два значения типа double, а возвращает мне объект моего типа. Ну раз он конструктор, значит он должен возвращать объект соответствующего типа. Ну вот, дальше, например, я определяю функцию, которая принимает две точки и возвращает точку, которая находится посередине между двумя этими точками. Ну вот как она определена. Она определена с помощью сопоставления с образцом. то есть у нас для первой точки координаты x1 и y1 объекты типа double связываются переменными x1 и y1, ну как раз в соответствии с сигнатурой ПТД. Фактически можем говорить, что ПТД это функция, она в общем нормальная функция, но в отличие от обычной функции, она нам на самом деле никакой вычислительной работы не делает. она просто возвращает нам объект, конструирует объект. Ну вот этот конструктор и есть у меня. И вторая точка тоже, ее координаты x2 и y2. И дальше что мы делаем? Мы возвращаем некоторую точку, то есть объект ПТД, который передаем два аргумента. Ну складываем координаты первой пополам делим, вторую координату пополам делим. Такая точка как раз будет лежать в середине. Значит вот так функция midpoint double определена. Ну теперь как такую функцию вызывать? Мы очевидно должны передать ей две каких-то точки. Ну мы могли бы эти точки определить отдельно, то есть могли бы написать там, что точка x это ПТД, а это большое, 3 и 0, 5 и 0. Ну вот это такая точка, объект типа PointDouble, то есть типа этого объекта. Ну и тогда мы могли бы вызвать нашу функцию, не явно туда передавая какую-то точку, а просто написав в качестве первого аргумента x. Ну собственно вот так устроены алгебраические типы данных. Точка очень простой тип. Это тип произведения. Ну и на самом деле с помощью вот произведения, суммы и функциональной стрелки фактически все типы в Хаскеле и строятся. То есть это вот некоторый способ, способ задавать различные типы данных. Теперь переходим к полиморфизму. Ну хорошо, вот у нас есть точки типа Double, могли бы мы задавать точки типа Int, могли бы задавать точки типа еще какого-то. А можем мы сделать вообще полиморфную точку? Оказывается, да, довольно просто. Вот такой вот тип данных, напоминаю, появляется. Теперь у меня появляется некоторый типовой параметр. Там, где раньше у меня был Double, а теперь я использую просто произвольный тип. Я говорю, что у меня Data Point A. Вот здесь вот у меня появляется этот тип, как часть определения. Ну а здесь у меня PTA A. То есть структура та же самая, которая была раньше. Ну, тип конструктора данных PTA у меня теперь полиморфный. Он ожидает двух значений типа A и возвращает мне объект тип Point A. Интереснее другое. Правая часть практически так же выглядит, только конкретный тип заменен на переменную тип. А вот в левой части у меня возникла интересная конструкция. У меня теперь вот это все, это имя типа, а сама по себе идентификатор Point, он представляет собой уже не тип. Это операторные типами. То есть Point ожидает некоторого типа, это на уровне типов конструкции происходит. И возвращает мне некоторый тип. То есть я могу, например, применить PointCentU и получить соответствующий тип. Вот в Хаскеле есть система типов над системой типов. То есть у терма есть тип, а у типов, в свою очередь, есть так называемые kind. Ну, иногда на русский переводят виды, но я буду по-английски говорить kind. У всех стандартных типов kind — это звездочка. То есть int, например, имеет kind звездочку. Ну, а там, в свою очередь, четверка, например, имеет тип int. То есть это вот такая трехуровневая структура. Ну, также double, также многие другие конструкции. То есть вообще все простые конструкторы типов, у нас имеют kind звездочку. А вот Point — это первая конструкция, которая имеет kind стрелочные. Она имеет kind звездочка, стрелочка, звездочка. Это значит, что Point в качестве типов использовать нельзя. Вот если у нас один и тот же оператор в Хаскеле применяется для типизации и для кайндизации. Kind, еще раз повторяю, система типов над системой типов. Вот такие kind не могут быть использованы. То есть невозможно создать объекта типа просто point. Сначала мы должны сделать, привести его к простому kind, то есть применить point к какому-то типу. Как раз стрелочка и говорит, что ожидается некоторый тип простой. И в результате возвращается у меня простой тип. Вот Point Double, например, это уже полноценная конструкция, которую можно использовать в типизации, потому что kind у нее звездочка. Ну вот там Point in. В ГАШ-цайле для того, чтобы выяснить kind некоторой структуры, мы просто набираем двоеточие и к. Итак, мы получили довольно мощный инструмент, который в ГАШ-цайле потом будет использоваться многократно и в более сложных ситуациях. Это операторы над типами. Но можно провести некоторую параллель с C++. Там тоже есть подобного рода конструкции. Если вы знаете механизмы шаблонов, они ровно так же и работают. Знаете механизмы шаблонов. Ну вот. В ХАШ-цайле все проще, никаких темплейтов не надо. То есть ровно та же аппликативная структура, которая у меня на уровне термов работает, ровно так же она и работает на уровне типов. То есть мы просто рассматриваем это как некоторую функцию, ожидающую типового аргумента и возвращающего тип. То есть на уровне тип синтаксис базовый, аппликативный, он ровно такой же. Это очень может быть? Да, может быть. В ХАШ-цайле это практически не используется, хотя в современных расширениях есть кайнда отличные от звездочек. То есть мы на уровне кайндов тоже можем немножко программировать, задавать там свои конструкции. Но я про эти расширения сейчас говорить не буду. А вообще в теории, да, то есть мы можем строить целую иерархию тип. Иерархию универсумов, так называемых, и в языках, которые предназначены для того, чтобы доказывать лектеорем, там обычно в современных доказах бесконечная иерархия есть. Ну, просто так проще. То есть мы на каждом уровне можем все что угодно делать. В языках с зависимыми типами, например, мы в типы можем поднимать термы. То есть частью типов... Мы сейчас научились строить вот первое, некоторые выражения над типами. То есть программировать на уровне типов. Но здесь в качестве аргументов используются типы. А вот если мы используем термы, то дальше мы как бы можем задать на уровне типов все то же самое исчисление, которое на уровне термов есть у нас. И, соответственно, значит, мы можем поднимать все выше, выше и выше, и, собственно, так и делается. Но это действительно нужно для систем с зависимыми типами. Когда у меня некоторые объекты могут ездить по этой иерархии, как только начинается разрешение ездить вверх-вниз по этой иерархии, тогда вот нам нужно надстраивать довольно богатые штуки. В какой-то момент оказывается, что без бесконечной иерархии ничего не сделаешь. Собственно, изначально вообще откуда взялась теория типов? Ее придумал еще Рассел в первой половине 20-го века, в 20-х годах, лет сто назад уже. У него как раз были некоторые проблемы в теории множества, которые он разрешил, вот задав такую бесконечную иерархию, как один из возможных способов. Собственно, вот тогда слово типа и идея типа появилась. Ну вот сейчас вот это вот цепочку. То есть там были проблемы в теории множеств всякие. Ой, ладно, не буду ее отвлекаться. В общем, некоторые затравочные идеи я у вас кинул. Если вам дальше интересно, почитайте всякую литературную тему, ее довольно много. Так, пока мы ввели полиморфные типы, теперь нужно немножко поговорить про то, что нам делать. Как только мы ввели вот такой неограниченный полиморфизм, также оказывается, что нам нужен ограниченный полиморфизм. Если я хочу для этих же точек, для точек, которые уже полиморфные, написать функцию средней точки midpoint, я оказываюсь в ситуации, что мне нужно уметь, во-первых, складывать значения, а это значит, что у меня должен появиться контекст nu. И, во-вторых, я должен делить для вычисления функции midpoint. Поэтому одного контекста nu мне недостаточно, а у меня появляется контекст fractional. То есть, когда есть полиморфизм, а мне нужно пользоваться чем-то, что определено не для произвольного типа, мне нужно, очевидно, написать некоторый широкий контекст. Ну, у нас этот контекст уже появлялся, мы вроде на первом нашем занятии, немножко говорили про классы типов. Был такой у нас, да? Ну, вот здесь мы добавляем некоторый класс тип, который позволяет нам складывать и делить. То есть, функция midpoint уже определена, но в данном случае она не параметрически полиморфна, а использует специальный полиморфизм, полиморфизм классов типов. Ну и, собственно, вот дальше здесь такой короткий пример, показывающий нам, как это полиморфизм классов типов работает. Мы теперь вызываем эту нашу функцию на двух точках и смотрим на ее тип. Ну и понятно, какой тип у нее. То есть, функция midpoint возвращает point A, но на A у нас есть ограничение, что это класс типа fractional, то есть, результат вызова функции midpoint. Точнее говоря, не результат вызова функции midpoint, а тип midpoint. А после этого мы вызываем функцию midpoint на двух точках, ну, на тех, которые мы хотели. То есть, тип у нас вот такой вот полиморфный, а дальше мы вызвали функцию, и у нас получился некоторый результат. 6,0 и 6,5. Откуда взялось 6,5, например? Ну, просто 5 сложилось с 8 и поделилось пополам. Это понятный процесс. Ну, для того, чтобы процессор сложил 5 с 8 и поделил пополам, ему нужно воспользоваться какой-то конкретной реализацией этого сложения и деления. И вот оказывается, что результат, если мы посмотрим на результат, наберем команду type и передадим туда штуку, которая зовется id. А id в га-жца это такой идентификатор, который связывается с результатом последнего вычисления. Меня вроде спрашивали в прошлый раз на практике, что такое id. Я это сказал, но вот здесь вот мы видим. То есть, последнее вычисление, результат вот там появился, и id это как раз вот результат последнего вычисления в га-жца. Если мы посмотрим, мы обнаружим, что вычисление у нас проводилось в рамках, естественно, конкретного типа какого. Ну, а именно какого? Дабл. А откуда взялся дабл? Почему не флот, например? Оказывается, что в Хаскеле есть некоторые механизмы, которые позволяют в тот момент, когда слишком большой полиморфизм избытчив, нужно конкретные вычисления делать, брать какие-то типы по умолчанию. Вот набор типов по умолчанию, он задается с помощью ключевого слова default, и в качестве аргументов передается последовательность типов, которые используются в качестве типов по умолчанию. Во время вычисления, если у меня такая команда default есть, ну, вот там написано default, integer double, например, вот такой вот default может быть написан. Тогда проверяется integer, говорится, ой, integer хорош для сложения, но мне нужно делить. Интеджер под fractional не подходит. Значит, интеджер отбрасывается, переходится к следующему элементу в списке, default double. Вот double хорошо подходит, он подходит под fractional, значит, его можно и складывать, и делить, значит, пользуемся double. Команду default вы можете писать в вашем модуле, но если никакой команды default не написано, то по умолчанию подразумевается, что есть вот такое вот умолчание, integer double. То есть, это умолчание, как будто бы в каждом модуле присутствует, это просто в стандарте языка сказано. Ну, это сделано для того, чтобы всякие вычислительные вещи, связанные с числами, не делать конкретными, а запустили вычисление, ну, вот, такой defaulting будет использоваться. А конкретный тип у нас подставляется, вот эти дефолты смотрятся, когда у нас начинаются вычисления. Да, Вот, смотрите, пока я пишу, интересуюсь типом, мне пишут наиболее общий тип. Но как только нужно что-то вычислить, конкретное, то тогда, в общем, какой из бесконечного количества fractional, которые может быть у вас доступны, выбрать, вот есть некоторое стандартное перечисление, которое говорит вам, что ищи здесь. Фактически, эта штука сделана была изначально в Haskell, и в стандарте Haskell определена именно для числовых типов. Но потом оказалось, что это довольно удобный механизм, и в ГАШЦАЙ, не в ГАШЦАЙ, когда мы компилируем, там такой дефолтинг, а в ГАШЦАЙ дефолтинг немножко другой, он начинается вообще с пустого типа. То есть, если куда-то можно пустой тип сунуть, то будет сунг пустой тип, по некоторым техническим соображениям. Просто в обычные вычислительные, понятно, что в делении и умножении пустой тип сунг нельзя. Но вот, то есть, в общем, дефолтинге можно писать, какие хотите. В ГАШЦАЙ довольно хитроумный, длинный дефолтинг, для полезной, мы потом столкнемся, увидим, для чего он полезен. А изначально у нас, а изначально у нас, ну, не конкретный тип берется из того, что константы может быть как не только даблом, так и еще чем-то. Да, константы, числовые константы все полиморфные. Константы вот эти, вот такие три, они просто имеют тип num. Константа 3 и 0 имеет тип, сами посмотрите, какой. Это частный случай тип num. То есть num шире, а этот уже. Ну, а для вычислений есть дефолтинг, который позволяет запустить вычисление, не требуя от программиста конкретизации. Просто если программист не конкретизировал, если он там приписал тип руками какой-то, дабл, например, то все вычисления будут с даблом идти и все. Приписал флот, с флотом идти. А если программист оставил все полиморфным, а вычисления нужно сделать, вот тогда дефолтинг используется. Так. Следующее, о чем нам нужно поговорить, это про рекурсивные типы. Мы с вами знаем, мы с вами знаем, что у нас рекурсия использовалась на уровне термов, и это вполне нормальная вещь. Оказывается, что рекурсию мы можем использовать, и определяя типы на уровне тип. И самый простой, и такой самый главный рекурсивный тип для функционального программирования, это тип списка. Сразу говорю, что здесь я тип списка определяю собственноручный, в стандартной библиотеке он по-другому определен, мы чуть-чуть посмотрим, определен так же, что константы по-другому названы. Но вообще тип списка может быть определен таким образом. Что такое список? Ну, во-первых, в списке должны лежать какие-то значения. Если бы мы делали на C++, мы бы написали template. Здесь же мы говорим, что лист, который содержит значение какого-то произвольного типа А. То есть здесь у нас переменные используются в качестве типового параметра. И дальше мы говорим, что такое список. Мы говорим, что список это либо пустой список, мы используем как бы перечисление, или же список это конструктор списка, который прицепляет значение типа А к хвосту типа лист А. То есть у меня справа и слева используется один и тот же тип. Тип лист определяется в терминах самого себя. То есть здесь в определении тип мы говорим, что тип определен рекурсивно. Как у нас устроены конструкторы? Конструктор NIL устроен просто. Ему никаких параметров не надо передавать, и он просто имеет тот тип, который нам нужен. А вот конструктор CONS устроен сложнее. Ну и мы такой конструктор в принципе использовали. Что он принимает в качестве параметра? В качестве первого параметра он принимает значение, которое мы хотим прицепить к списку. В качестве второго параметра он принимает список. И возвращает он нам новый список. вот такой вот тип. Ну вот там внизу в примере, пока не будем разбираться, пример с длиной, мы посмотрим на пример. Там объявлен как раз список MyList. Ну вот как он устроен. Это список, который содержит A, B и C. То есть мы его строили следующим образом. Сначала взяли пустой список. В качестве базы список всегда начинается с пустого. Потом в качестве... Прицепили символ C в качестве конструктора. То есть в качестве элемента, который мы положили в списке. Вот такой вот список. конс C nil Это список, содержащий один элемент. Символ C. Ну дальше к этому списку мы опять прицепляем следующий элемент. Мы пишем, что конс. Какой там мы символ B прицепляем. Вот это список из двух элементов, содержащих символы B и C. Ну и наконец, дальше мы прицепляем спереди, и в итоге получаем список A, B, C. Ну вот этот вот список, он имеет тип лист какой? Что вместо A-то подставилось? Чар. Чар, да? То есть просто лист не бывает, это однопараметрический конструктор типов, операторные типы. Мы для того, чтобы использовать в отношении типизации, мы должны привести все к кайнду звездочке. Для этого мы должны передать какой-то параметр. Ну понятно, что здесь система вывода типов понимает. Ага, здесь мы прицепляли чар, ну значит, здесь будет тип лист чар. Список в Хаскеле гомогенный, в том смысле, что все элементы списка должны быть одного и того же типа, который мы определили. Вот, собственно, типа A. Ну и теперь, как писать функцию? Во-первых, поскольку определение рекурсивно и объекты конструируются вот таким вот образом, очевидно, разбирать все это мы тоже должны рекурсивно. Мы можем построить довольно длинный список, и дальше нам с помощью рекурсии надо его разбирать. Поэтому мы разбираем с помощью рекурсии, во-первых, функции рекурсивной, а во-вторых, с помощью споставления с образцом, к которому мы опять возвращаемся. Значит, у нас есть два конструктора. Значит, когда мы пишем функцию, которая что-то про список выясняет, мы, очевидно, должны написать столько уравнений, сколько у нас конструкторов есть. Ну вот, функция ln, она именно таким образом определена. Это функция, которая принимает список и возвращает длину этого списка. Ну, значение типа int. Функция ln работает следующим способом. Сначала мы пишем длина пустого списка. Естественно, она равняется нулю. А длина не пустого списка каким образом вычисляется. Говорит в следующем. Мы будем отрывать каждый раз по одному конструктору и прибавлять каждый раз единичку. Рекурсивным образом. То есть, мы говорим, что если у нас список представляет собой cons, в голове которого что-то лежит, и мы игнорируем это значение, потому что для вычисления длины нас совершенно не интересует элемент, который лежит в голове списка. А дальше хвост списка обзывается xs. В Хаскеле это стандартная договоренность, что голова списка там зовется x, а хвост его зовется xs. Ну, типа x. Тут лежит x, а тут какие-то x. s просто указывает на множественное число. Это, конечно, просто договоренность такая, но так удобнее. Мы сразу глядем на xs, там или на as, или ys, мы сразу же говорим, а а это какой-то списочек, который получился отрыванием головы, ну, в данном случае, x. То есть, вот cons, ну, там подчеркивание, и xs. Это означает, что это список, сконструированный следующим образом. Здесь что-то лежит, а здесь мы, как бы, хвост этого списка берем. Мы пишем функцию единица плюс и вызываем рекурсивную функцию ln, которую мы сейчас определяем, на хвосте списка. То есть, таким образом, как это все работает? Передаем список длины 3. Ну, хорошо, вот этот вот. Сначала внешний cons разбирается, поскольку у нас там стоит cons a, то первый образец не подходит. Переходим ко второму образцу. Второй образец подходит. И что происходит? У нас список как бы разбирается, голова игнорируется, а вот хвост cons b, cons c, nil, он связывается с xs и передается функцией ln рекурсивному вызову. И добавляется единичка. Дальше добавляется еще единичка, отрывается cons b, и, наконец, отрывается cons c, добавляется еще единичка, и дальше нулевой список, рекурсия завершается, терминируется, поскольку в этом случае подходит первый образец, в котором уже никаких рекурсивных вызовов нет. ну вот вся работа со списками и вообще с рекурсивными типами данных, она обычно вот таким образом организуется. Понятно это, да? То есть такого рода функции вы будете писать много, и нужно понять, как их делать. Разбираем все образцы, и, соответственно, они позволяют, конструкторы позволяют собирать какую-то сложную систему, а сопоставление с образцом выполняет обратную работу. Она как бы замещает элиминаторы. Она позволяет разбирать сложную структуру, раскапывать ее, но поскольку вся структура открытая у нас, я говорил в самом начале этой темы, то вот у нас есть такая возможность что-то разобрать и получить соответствующий результат. Стандартные списки, они встроены, но могли бы быть определены вот таким вот образом. символы, которые здесь есть, они используются специально. Вот для списка используется вот такой вот конструктор типа. Ну и список элементов типа А, это вот так вот. То есть это две скобочки рассматриваются как конс. Вот это валидная запись, полноценное определение. Но на самом деле в Хаскеле есть еще синтаксический сахар, А можно засовывать внутрь скобочек. То есть список значений типа А как тип, то, что у нас там раньше был лист А, записывается вот так. Вот это валидная, валидный способ записи и такой фундаментальный. А это, в общем, мне кажется, синтаксический сахар для него. Ну это инфиксный конструктор, как получается, что это некоторая инфиксная конструкция, которая обозначает ровно вот это. То есть список чаров я могу написать вот так вот, но так никто не пишет. Хотя иногда и без такой записи не обойтись. Когда мы будем потом писать очень высокую степень полиморфизма организовывать, то нам придется так. Но на самом деле список чаров в Хаскаве записывается вот так вот. И дальше что еще у нас есть? Дальше у нас есть это конструктор типа. Конструктор данных выглядит точно так же. Это квадратные скобочки. Это конструктор пустого списка. Это пустой список. Ну, то есть то, что здесь называлось НИЛ. И, наконец, самое интересное, самое интересное, это конструктор данных вот такой вот. Вот то, что называлось у нас конс. Посмотрите, конс был функцией у нас двух аргументов. А функции двух аргументов, вообще говоря, можно использовать в операторном стиле. Но мы обычные операторы определяем не как конструкторы. Так вот, двуточие как раз, если вы помните, я говорил, когда я говорил про операторы, двуточие это специальный, специальный синтаксическая штука. Если конструктор, если оператор начинается с двуточия, это значит, что это конструктор типа двухпараметрический. То есть вот такой вот оператор вполне может быть в Хаскеле, но его можно использовать только как конструктор типа. И в Хаскеле он так и использован. Помните, как у нас был конс определен? У нас конструктор, ну вот если сравнить, то станет видно, что есть что. Давайте я это запишу, потому что это некоторое важное соображение. То есть у нас на прошлом слайде дата лист А было определено так, либо НИЛ, либо конс А лист А. А на этом слайде у меня написано так, дата список А равняется либо пустой список, либо А двуточие лист А. Ну вот сравните. Это у меня то же самое, что пустой список, а двуточие это в инфиксной форме вот этот вот самый конс. Ну и теперь как строить списки. Если бы я хотел построить список, который вот здесь вот у меня АБЦ был, АБУЗ, нормальный хаскельный список при этом. Ой. Что-то как-то плохо старается. Ну ладно, разберемся. Нормальный хаскельный список, как будет записан по эквиваленту вот этого. То есть вместо пустого списка мы пишем вот это, вместо конструктора мы пишем двуточие, дальше мы пишем С, дальше мы пишем, ну вот эти скобочки я поставлю, они на самом деле не нужны. Дальше мы пишем чего? Б. Вместо вот этого конса мы написали вот эту двуточие. То есть вот так вот у нас устроен списочек ну из БЦ. Теперь почему эти скобки не нужны? Потому что у меня, если вы видите, конструктор списка вот эта двуточие объявлено там право ассоциативным инфиксер 5 двуточие. То есть эти скобки право ассоциативны, поэтому они не нужны. Поэтому список мы можем писать так, список из 1, 2, 3, вот он там так записан. Но есть еще дополнительный синтаксический сахар, который говорит, что совершенно эквивалентной формой записи является вот такая вот форма записи. То есть 1, 2, 3. Это в точности раскрывается вот в такую последовательность. 1, 2, 3. Пустой список. Ну вот, скажем, функция head, которая может быть определена, функция head возвращает мне голову список. Как она может быть определена для стандартной, стандартная функция head? Ну первое, если список не пустой, то тогда мы пользуемся вот таким вот конструктором двуточия. Мы говорим, что у меня есть голова списка x и хвост списка xs. И если у меня не пустой конструктор, то функция head что должна делать? Она должна просто вернуть мне голову списка x. Ну поскольку мне xs не нужен хвост списка сейчас, то я просто пишу подчеркиваю. Ну а дальше мы должны еще на пустом списке что-то сделать. А что такое голова пустого списка? Ну у пустого списка нет никакой головы, поэтому мы определяем частичную функцию. Но мы определяем частичную функцию аккуратно. То есть мы вызываем функцию error и пишем некоторое сообщение об ошибке, которое в общем человеку, который попытается вызвать голову пустого списка, она сразу же сообщит, что ты пытаешься вызвать голову пустого списка. Я могу написать там undefined, но тогда человек ничего понять не мог. Вообще в хаскеле есть некоторая культура. Если вы уж делаете расходящуюся функцию, то подойдет конечно любой бот, но самый лучший бот это error с разумным сообщением об ошибке. То есть нехорошо просто вызывать undefined, потому что это в общем по понятным соображениям, а еще хуже делать просто расходящуюся функцию в том смысле, что она начинает бесконечный цикл. Если вы знаете, что где-то у вас происходит бесконечный цикл, то лучше написать соответствующий error. Ну, вы программисты, вы понимаете, чем это лучше. Хотя с точки зрения статической семантики все это рассматривается как одно и то же, с точки зрения операционной семантики, конечно, лучше все ситуации, которые у вас как-то плохо себя ведут, оценить и заменить все расходимости вызовами соответствующими сообщениями об ошибках. Итак, мы ввели стандартные списки, мы посмотрели, как функции на стандартных списках определяются. Вот эта вот конструкция с двое точьем, она очень часто при работе со списками используется. Привыкайте к ней, учитесь ее читать. есть конструкция, которая позволяет делать сопоставление с образцом не слева от знака равенства, а справа от знака равенства. Вот сверху у меня функция head, определенная в стандартном синтаксисе, а справа у меня функция head определенная в синтаксисе выражения caseOf. Мы слева связываем весь список с некоторой переменной, с переменной xs. Функция head устроена именно так. Мы говорим, что просто какая-то переменная xs. Поставление с образцом делаем справа. Конструкция case как раз говорит, что у нас есть некоторая переменная, в данном случае это переменная xs, она имеет естественный тип списка. И дальше мы пишем case xs. off и дальше перебираем все возможные конструкторы списка и соответственно используем конструктор, стрелочка и соответствующее выражение. здесь правило отступа работает. Мы должны можем писать либо в синтаксисе вот таком вот, здесь первая конструкция x подчеркивание стрелочка что-то там точка с запятой, ну здесь так стрелочка и так далее. То есть в Хаскеле такой синтаксис есть, но он используется редко. Чаще используют правило отступа, ну различные образцы, которые здесь присутствуют, они должны быть сдвинуты на один и тот же уровень. То есть это определение одного и того же уровня. Правило отступа вообще я в Хаскеле про него говорил и говорил, что мы будем по ходу делу учиться, где отступы должны быть одинаковые. Переносить мы можем, но вот в некоторых ситуациях мы должны обеспечить один и тот же отступ. Ну кстати вот здесь у меня пробелами еще добрано ситуация до того, чтобы стрелочка была под стрелочкой, это уже такое украшательство, это совершенно не обязательно, но чтобы структуру выражения видеть, довольно часто именно так все и делают. Кейзов это полноценное выражение, то есть результат Кейзов это результат вычисления того, что у меня в теле имеется и соответственно его можно использовать в любом месте кода в отличие от where и так же как let. Вообще говоря, вообще говоря, вот то сопоставление с образцом, которое у нас было раньше, оно на самом деле является синтаксическим сахаром для выражения кейзов. Транслятор языка хаскель на 111-1 скрывает все сопоставления с образцом, превращает их в кейзов. Поэтому внутренне кейзов это базовая конструкция. Ну, это совершенно не важно, потому что в общем эти конструкции эквивалентны, поэтому писать легче обычно вот так вот как обычно хэрт определен, но тем не менее, если вам по ходу дела внутри построение выражения потребовалось выполнить сопоставление с образцом, вы всегда можете это сделать с помощью конструкции кейзов. Гварды эквивалентны вы делаете? А? Гварды, они как бы Нет, гварды, они немножко по-другому устроены, там, это отдельная вещь. Хотя сейчас я вспомню, вроде гварды тоже транслируются в кейзов, вы можете посмотреть стандарт языка, там, как раз в стандарте языка, там формально описана любая конструкция, во что она транслируется, в какие базовые конструкции. Ну да, я честно говоря в точности не помню, возможно вы и права, гварда транслируется в такую конструкцию. Более того, мы можем использовать сопоставление с образцом и внутри лямбды, правда внутри лямбды мы не можем перебрать много случаев, мы можем использовать только один случай, то есть вот в данном случае я написал снизу хэт 2 штриха совсем в компактной форме, но этот хэт в случае пустого списка не обрабатывает и здесь пустой список не засунутся. То есть если нас только один образец интересует, других в этом контексте быть не может, то тогда мы можем пользоваться вот таким вот компактным синтексисом. Ну, например, для пары, для троек очень часто легко писать такие, поскольку там всего один конструктор, то там лямбды часто используют в таком виде. Ну вот, с этим слайдом вроде все. Теперь давайте обсудим точную семантику сопоставления с образцом. Я, в общем, какие-то куски вам уже рассказал, сейчас мы обобщим все возможные действия, которые есть. Значит, во-первых, как происходит сопоставление с образцами? Оно происходит сверху вниз, это я уже говорил. Дальше у нас в строчке может быть несколько образцов используем, но если мы функцию нескольких переменных определяем, такое у нас было. Тогда сопоставление происходит слева направо. Сопоставление с образцом в результате может завершиться тремя возможными вариантами. Во-первых, это успешное сопоставление, все произошло, значит, мы тогда просто этот случай рассматриваем, переходим в правую часть равенства и тот код, который будет исполняться, он находится в правой части равенства. Сопоставление с образцом также может быть неудачным, fail. Это значит, что образец не подошел, и значит, мы должны переходить к следующему образцу. И третье, что может произойти в сопоставлении с образцом, это ситуация расходимости, то есть, произошло что-то, что мешает нам дальше сопоставлять с образцом, ну, либо мы дошли до последнего образца и ни один не подошел. То есть, тут происходит расходимость. То есть, тут важно, что неудача, fail, и расходимость, diverge, это разные вещи. Неудача, это просто означает, что мы должны искать следующий образец, а расходимость, это уже расходимость навсегда. Ну, вот, в частности, давайте определим функцию, некоторую, довольно смешную функцию, частично определенную, конечно, вот таким вот образом, функцию фу. Где она определена? Она определена на паре, но не на любой паре. Она определена на парах, состоящих из единицы и двойки, определена на парах, состоящих из нуля и чего угодно. Ну, вот, давайте посмотрим, что у нас будет происходить, если мы будем передавать разные пары в эту функцию фу. Первая пара 0 и undefined. В первом случае произойдет неудача, не расходимость, а неудача. Почему произойдет неудача? Потому что споставление происходит слева-направа, сопоставляется нолик с единичкой, не подходит, значит, дальше сопоставление не происходит. Если бы споставление происходило дальше и двойка сопоставлялась бы с undefined, то тогда произошла расходимость. Дело в том, что сопоставление с образцом энергично, нам нужно двойку сравнить с каким-то значением, для того, чтобы что-то сравнить со значением, это значение должно быть вычислено. А undefined при вычислении порождает нам ошибку. Поэтому, в общем, вот второй пример как раз иллюстрирует такую ситуацию. У меня undefined и 0, если мы передаем. Здесь произойдет расходимость сразу же в первом же образце. Первый образец говорит, что в качестве первого элемента у нас должна быть единичка, а сравнивается, и сопоставляется все со значением каким. И тут вот при попытке сопоставить со значением, вычислить, произойдет расходимость. Кстати говоря, если бы я вызывал вот так вот, фу, на вот таком вот образце, 3 минус 2, ну и 2, то что бы произошло? Да, произошло сопоставление с первым образцом. Ну, первое, что сделал бы компилятор, он бы смотрел, ага, тут пара, там пара, все хорошо. Дальше первый элемент пары, сопоставляется единичкой с некоторым выражением. Каким выражением? 3 минус 2. И вот тут вот запускается вычисление этого выражения. То есть сопоставление с образцом форсирует у нас некоторые вычисления. Это важно понимать, что сопоставление с образцом, хаскель язык ленивый, но без форсирования, сопоставление с образцом просто не работает. То есть он, конечно, форсируется только для того, чтобы что-то выяснить, то, что действительно нужно. Но тем не менее форсирование там происходит, это вычисление. Просто. А в первом случае не происходит вычисления, потому что любой вычисление не заставляет. В каком случае? С 0 и от Define. А сопоставление с образцом происходит сверху вниз, сзади слева направо. Вот это вот важно. Мы первое просматриваем, 0 and Define, 0 не подошел с единицей, мы слева направо как бы считаем, 0 не подошел, и значит этот образец уже не подходит. А в следующем 0, да, мы не просматриваем. Да, правильно, здесь успех во втором написан. Почему? Потому что мы 0 с 0 подошел, а дальше там стоит подчеркивание. А значит нам ничего не нужно связывать. И соответственно ничего не нужно вычислять. Подчеркивание подходит все что угодно. То есть, сейчас все-таки ленивый язык, он вычисляет только тогда, когда ему уж точно нужно. Более того, если бы там стоял x, то тоже ничего страшного не произошло. x бы связалась с undefined, но поскольку мне в x лезть не надо, то все хорошо, и вернулась бы пятерка. Сопоставление прошло. Другое дело, если бы у меня справа был x, если стояло 5 умножить на x. Вот тогда вот при умножении уже произошла просходимость, но не при сопоставлении с образцом. То есть, сопоставление 0 undefined, 0 bot с вот таким вот образцом, 0x, оно удачное. То есть, связывание ничего не форсирует. Форсирует только проверка. Когда в процессе, либо в процессе сравнения произошли какие-то вычисления, которые вызвали расходимость. Здесь происходит сравнение с единицей. Для того, чтобы сравнить это с единицей, с первым образцом, вызывается вычитание. Вычитание от тройки вычитает undefined и расходится. Ну, просто сам undefined тоже расходится. Это тот пример того же самого. Но здесь я вам говорю, что вот вычисления могут, нам нужно вычислить до значения. То есть, там стоит число, и, соответственно, при сопоставлении с образцом мне нужно здесь тоже получить число. Это выражение, ну, типа, ну, я не знаю, там интеджер, давайте скажем. Ну, значит, мне нужно получить какое-то значение типа интеджер, чтобы сравнить. Ну, а в типе интеджер что у нас может быть? Либо какой-то результат вычисления, либо расходимость, она тоже будет. И вот входит в интеджер. Ну, вот если вышла расходимость, то расходимость. Но я просто говорю, что undefined сам ведет себя точно так же фактически. Поэтому я и... Ну, наконец, последнее. 2 и 1. Это две неудачи. И расходимость происходит уже от того, что образцы кончились. Это тоже расходимость, но она не в конкретном образце, а от того, что подходящего образца нет. Тоже расходимость у нас происходит. Вот это, в общем, некоторое такое, ну, не совсем формальное, но, тем не менее, описание всех такой точной семантики сопоставления с образцом. Чего происходит на самом деле при сопоставлении с образцом в сложных ситуациях. Вот, ну, последний случай мы уже разобрали, который красным написан. Здесь, да, произойдут вычисления, и первый образец подойдет. Но вычисление тут в 5-3 форсируется. То есть, когда мы используем какой-то конструктор, то вычисления, которые подходят по типу, они форсируют. Вот, просто мы уже считаем, что единица — это конструктор типа int. Если там переменная была, то ничего не форсировалось бы. Хорошо. Есть специальный дополнительный инструмент, который, ну, такой вспомогательный характер, но если он называется S-образец, или еще синоним называют. Вот давайте напишем функцию dupfirst. Эта функция принимает список и возвращает список, с которым первый элемент удвоен, то есть два раза присутствует. Вот эта самая функция dupfirst, как она может быть определена? Ну, посмотрите. Ну, на пустом списке она никак не может быть определена понятным соображением. Если бы мы были совсем культурными людьми, мы бы здесь написали какой-то error. Но мы не интересуемся этим случаем. Мы рассматриваем только случай, когда у нас список не пуст. В этом случае мы разбираем его с помощью образца на голову и хвост, на x и xs. И дальше справа пишем чего? x прицеплены к x и xs. То есть к тому списку, который у нас был разобран. У нас конструкция x и xs присутствует и слева, и справа. То есть мне иногда чего хочется? Иногда хочется вот эту вот всю конструкцию, а образец у меня может быть очень-очень сложным. Мы потом увидим примеры. Мне хочется весь образец, задать ему какой-то синоним. И вот я могу это сделать. Функция dupfirst4 работает таким образом. Я говорю, что у меня образец сам по себе x и xs, но этому выражению x и xs присвоен некоторый синоним s. Синоним пишется спереди и используется коммерческая d для описания синонима. То есть мы говорим, что x и xs на него может нассылаться и как на s. И я это s использую в правой части. Но здесь это на самом деле не очень улучшает внешний вид. Но если у меня действительно есть длинный образец, а потом все это выражение в правой части раз 5 используется, то проще присвоить синоним. Некоторые этим синонимом пользуются в правой части, чем все вот это вот самое длинное выражение тянуть. То есть это такой полезный способ присвоить синоним для образца. Ладно, здесь ничего сложного нет. Есть такая синтаксическая конструкция. Ввести локальный синоним. Поскольку у меня образцы могут заканчиваться неудачей, интересно рассмотреть класс образцов, которые никогда неудачей не заканчиваются. Вот это так называемые неопровержимые образцы. К неопровержимым относятся, во-первых, подчеркивания. Мне ясно, что подчеркивания всегда подходят. Относятся, ну про S-образцы ладно, не будем здесь говорить, неважно. Во-вторых, формальные параметры переменные. Они тоже неопровержимы. Если мы их встретили, то по их поводу никакой неудачи быть не может. И, наконец, есть специальные образцы, которые мы сейчас и проходим. Это так называемые ленивые образцы. Ленивые образцы задаются с помощью тильды. Сопоставление с такими образцами всегда происходит успешно, независимо от того, успешно оно на самом деле или нет. То есть мы всегда переходим в правую часть при наличии тильды перед образцом. Ну, есть, конечно, несколько образцов, но там проверяются другие образцы. Но это неопровержимый образец, хотя у него есть внутренняя структура. Ну, вот и этот пример как раз иллюстрирует, для чего нам такие неопровержимые образцы нужны. Или еще говорят ленивые образцы. Да, это называется ленивые. Тильды, конечно, ленивые образцы задают. Что я говорю? Неопровержимые образцы – это как бы целый класс образцов. А вот ленивые образцы с помощью тильды. Говорится, что ты пройди сопоставление успешно всегда, а в правой части, ну, если произойдет какая-то бяка, то произойдет какая-то бяка. То есть разбор, конечно, происходит в правой части. И вот теперь пример, который без ленивого образца хуже определен, чем с ленивым образцом. Ну, вот давайте сначала скажем, что мы… Это вообще оператор задается, здесь задается оператор, который делает следующее. Он принимает две функции и пару. И первую функцию применяют первое аргументу пара, а второе функция – второй элемент пара. То есть, ну, это такой простой оператор, вообще говоря, полезный в хозяйстве. Для чего здесь ленивый образец используется? Давайте попробуем без ленивого образца посчитать вот эту самую функцию, которая здесь написана. Ну, помните, что такое функция const? Это комбинатор k. Что он делает? Он свой первый аргумент возвращает, а второй аргумент игнорирует. То есть const1 – это функция, которая принимает, принимает, принимает любой аргумент, а возвращает единицу. const2 – это тоже функция, которая принимает что угодно, а возвращает двойку. Ну, и вот теперь смотрите, я эту функцию, используемый оператор, определенный, 3 звездочки, с двумя этими функциями. Что должно произойти при вызове этого оператора? Ну, вроде бы, совершенно не важно, что в паре лежит, правда? Вот если мы закроем пока undefined, мы, как бы, что должны сказать? У меня возвращается пара из единицы и двойки. Правильно? Ну, потому что эта функция просто игнорирует то, что передается. Вот, а теперь давайте посмотрим на то, что произойдет, если мы передадим undefined. Если бы у меня там тильда не стояла, то у меня произошло бы следующее. У меня произошло споставление с образцом. Первая функция f связалась с const1, окей, все хорошо. Вторая функция g связалась бы с const2, окей, все хорошо. А дальше у меня пара связалась бы с undefined, и у меня произошла бы расходимость. Из-за того, что с undefined ничего нельзя связывать. Но на самом деле понятно, что вот в этом синтаксисе, вот в этом конкретном случае, у меня не важно, что лежит в паре. Семантически должна вернуться пара 1-2. Вот что я хочу от этой функции. Потому что я хочу, чтобы было просто все проигнорировано. Ну вот, а поставить льду? Я тем самым говорю, что нет, этот образец всегда подходящий, подходящий, а всякая расходимость уже произойдет тогда, когда мы будем использовать x, y в правой части. То есть и вот здесь вот как раз этот ленивый образец делает следующее. Мой оператор 3 звездочки становится лучше определенным. Вот в этом конкретно плохом случае мы его как бы доопределяем с помощью ленивого образца. Понятно, как это работает? Ну, более-менее понятно. Ленивый образец – это некоторая штука, которая используется не очень часто, но иногда его использовать полезно. Поэтому просто полезно знать, что он есть. И если вам какую-то функцию захочется доопределить в некоторой экстремальной ситуации, то ленивый образец вам как раз помогает это сделать. Это получается, если мы хотим в качестве аргумента андерфайн передавать, да? А в каких-то еще ситуациях можно полезно учиться? Потому что у нас… Да. Ну, в общем, есть ситуации, когда… Дело в том, что сопоставление с образцом, вообще говоря, вносит некую энергичность в нашу деятельность. Вот ленивый образец, он говорит, что не нужно кое-что форсировать. Когда мы будем работать, например, с бесконечными списками, может оказаться так, что функция, определенная без ленивого образца, она форсирует некоторую бесконечную работу. А с ленивым образцом она как бы не форсирует эту работу, потому что аргументы не используются, например. Вот, ну, как здесь. То есть, некоторая функция расходится без ленивого образца, а с ленивым образцом она ведет себя хорошо. Возможно, у вас такая задачка и будет еще потом, через пару занятий. Да. В итоге, если у вас все равно происходит на сопоставление, почему это вообще никак не влияет? Потому что ни разу сопоставление не нужно, ни x, ни y не нужно. Ну, как это физически происходит? Ну, очень просто. Функция const1 игнорирует свой аргумент. Поэтому она никогда… То есть, она будет вызвана на каком-то иксе. То есть, у меня происходит следующее. У меня пара x и y на самом деле связывается с indefine. То есть, я напишу, связывается вот так вот, с ботом. Но при вызове этой функции x и y никого никогда не интересуют. Потому что const1 игнорирует x, а const2 игнорирует y. По-ленивому не нужно ненужно x и y смотреть, да? Да, ему не нужно x и y смотреть, ну, а значит, ничего с этим происходить не будет. То есть, мы как бы просто момент сопоставления этого, момент разбирательства того, что там пара передается или не пара, откладываем на будущее. Ленивый образец говорит, когда вот нужно будет вытащить либо x, либо y, тогда будет дернуть сопоставление с образцом. Вот этот момент. Ну, а поскольку здесь он никем не дергается, и x и y никому не нужны, то, соответственно, и… У Хаскеля ленивая природа. То есть, вот идея такая, что всякое значение, его вычисление запускается только в тот момент, когда он понадобился. Ну, а здесь левая часть устроена так, что, в общем, ничего не понадобится. Ну, то есть, даже, в принципе, я могу расписать, что происходит. Ну, происходит следующее, вот, как бы, что функция должна вернуть? Она должна вернуть пару, окей, вызывается конструктор пары. Дальше, что у нас она должна вернуть? f связанного меня с конст 1. И сюда передается чего-то, ну, что-то передается. Здесь конст 2. И сюда тоже передается что-то, какое-то отложенное вычисление. Ну, дальше вызывается конст 1. Ну, здесь вот то, что сюда передается, оно игнорируется. То есть, когда, то есть, ну, вот первое, я просто подставил сюда, вот это, так будет все выглядеть, правда? Ну, здесь я просто пока не знаю, что здесь что-то. Дальше начинается вычисление, чтобы пару сформировать как значение, начинается вычисление конст 1, которое возвращает мне единицу. Помните, я же могу конст 1 undefined выставить. Undefined игнорируется. Не потому, что кто-то там смотрит и говорит, ой, undefined, но я не буду его считать. Нет, просто сюда не смотрится. И все. Ну, вот здесь вернется единиц, здесь вернется двой. Ну, все, ничего нам не понадобилось. Вот пара x и y. Ну, не понадобилось, не понадобилось. Окей. Мы помним, что мы можем форсировать строгость с помощью оператора SEC, но мы можем задать форсирование строгости еще в некоторых местах. Вот этот следующий слайд как раз посвящен тому, как это форсирование строгости задалось. Мы можем в конструкторе данных использовать флаг строгости, то есть полю предпослать восклицательный знак спереди. Вот пример типа данных, который в стандартной библиотеке определен. Это тип комплексных чисел. Ну, точнее говоря, мы можем объявить комплекс, любые комплексные числа задавать. Можем на основе w задавать комплексные числа, можем на основе float, можем на основе int задавать комплексные числа. Вот тип комплексных чисел определен таким образом. У него есть вещественная часть, мнимая часть, ну и есть инфиксный конструктор данных. Почему он инфиксный? Почему он конструктор данных? Потому что с двоеточия начинается. Инфиксный конструктор данных, двоеточие плюс, который связывает вещественную и мнимую часть. То есть определенный он мог быть так, а плюс а. Это вещественная часть, это мнимая. Ну, естественным образом. Ну, хотя можно было наоборот сделать. Обычно мнимой справа делаю. Так здесь есть. Но понятно, что с комплексными числами, когда мы создаем объект комплексное число, очевидно, нам не нужно лениво держать. То есть если у меня там какие-то... Создаю я вот такое комплексное число, 2 плюс 3. Ясно, что это лучше вычислить сразу. Ну, просто комплексное число не подразумевает каких-то отложенных вычислений. Можно было бы класть так, но вообще эффективнее во всех случаях. Сделать так. Поэтому у меня просто в конструкции стоит восклицательный знак. Ну, этот восклицательный знак как раз является флагом строгости. Он говорит, что когда будет при конструировании, здесь нужно форсировать вычисление, если туда передается что-то, что может быть форсировано. И есть еще один способ, это при конструировании. А можно ли при деконструировании то же самое сделать? Можно ли при сопоставлении с образцом сказать, что что-то должно быть обязательно вычислено? Ну, вот, оказывается, можно. Хотя в стандарте Haskell это не определено. Но, тем не менее, оказалось, что это иногда бывает полезным. И в GHC есть такое расширение. Ну, и вот, кстати, здесь вы можете познакомиться с тем, как задавать расширение в GHCI. Если мы хотим подключить какое-то расширение, мы используем команду set. и дальше, соответственно, идентификатор этого расширения. Это называется Bank Patterns. То есть, вот, включаем. Обычные ключи начинаются с минус x все. Ну, и вот я теперь определяю функцию, в котором говорю, что функция fu она определена следующим образом. Она определена на x и всегда возвращает значение true. И если бы я не поставил исключательного знака, то у меня fu and defined возвращало бы мне true, конечно же. Потому что этот аргумент не используется. Но я говорю, что в данном случае функция fu сопоставление с образцом должно выполняться строго. Вычисления должны форсироваться. Ну, вот, в образце ослицательный знак в стандартном Хаскеле использовать нельзя. Но это расширение является крайне стандартным. Оно никаких проблем не создает. Поэтому подключайте его и пользуйтесь, если вам для чего-то нужно. Теперь следующее объявление. есть еще два полезных объявления. Type и New Type. Мы вообще создавали типы данных с помощью ключевого слова Data. Ключевое слово Type используется для того, чтобы создать синоним. Иногда у нас тип данных сконструирован достаточно сложно. Содержит много внутри себя. Но мы с такими типами сталкивались, но уверяю вас, увидите. Там могут быть огромные конструкции и для использования при записывании тип часто большими конструкциями пользоваться неудобно. И мы можем задать синоним с помощью ключевого слова Type. Синоним типа и тип, которым он синонимизирует, которые он синонимизирует, они полностью взаимозаменяемы, друг с другом означают одно и то же, никаких дополнительных ограничений здесь не накладывается. Вот, в частности, самый стандартный синоним типа — это стринг. Строки в Haskell — это списки значений типа char. Ну, более того, вот строчки в двойных кавычках — это на самом деле ничто иное, как синтаксический сахар для вот такого обычного списка, состоящего из элементов. То есть, строка в двойных кавычках — это просто список. Мы можем с ним работать как со списками, передавать их, рассматривать их как списки. Есть немножко другие строки, потому что такие строки иногда неэффективны. То есть, когда идет массовая работа со строками, то вот такая структура внутренняя бывает неэффективна. То есть, в Haskell есть расширение, но стандартные строки встроенные, которые как базовые используются, они именно такие. То есть, если вам не нужно очень эффективно обрабатывать большие объемы строковой информации, то вы можете пользоваться этими строками совершенно спокойно. Это стандартный тип строк. Хорошо, значит, разобрались со строками и вообще с объявлением type. Есть другой тип способ объявления new type. Type задает просто синоним. New type задает новый тип, который с помощью конструктора упаковывает старый тип. Вот посмотрите на два объявления. Первое объявление age one возраст. Он просто задается как синоним для типа int. Значение типа age one я могу складывать, вычитать, умножать и так далее. Потому что age one у меня наследует все те классы типов, которые для int используются. То есть, если у меня там есть, я могу написать функцию edge 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 или еще вот так вот edge int edge например и написать функцию f f a m a plus только это h1 конечно. Ну все нормально, это просто цинолем для int и используется как int. А вот new type для h2 я такого записать не могу. Потому что потому что у меня h2 это тоже int. Только он упакован в коробочку в конструктор. Ну вот этот конструктор назван edge. Для этого типа я не могу использовать никакие классы типов, которые для intа были определены. Я их должен переопределить. Ради этого все и сделано. То есть вообще говоря, конструктор типа edge в объявлении new type присутствует только в дизайн тайме. Во время исполнения edge 2 и int это одно и то же. То есть они совершенно одинаково представлены. Но интерфейс для edge 2 совершенно другой. То есть я могу переопределить для него например instance moon, instance show и так далее. То есть все классы типов я могу переопределить. Как раз иногда бывает так, что для какого-то типа данных какой-то класс типов мы можем реализовать двумя разными способами. Мы это потом увидим. И вот в этих ситуациях чаще всего new type используется. То есть мы говорим, что для базового int так-то будет себя вести, а для если мы хотим другим способом реализовать какой-то интерфейс для того же самого типа мы используем new type. Конструктор данных один и он фиктивный в смысле эффективности. В рантайме его еще раз повторяю нет. Он только в дизайн тайме используется для того, чтобы осуществить переупаковку. Ну ладно, столкнемся еще с new type. Пока без интересных примеров здесь тяжело рассказывать, для чего все это может использоваться. О, ужас. У нас практики не будет. Следующая тема метки полей. Я всегда эту тему даю на самостоятельный разбор. Совсем коротко конспективно расскажу, просмотрите потом. Вот вспомним тип point, который у нас был. Для того, чтобы осуществлять доступ к элементам этого типа point, ну вот если у нас точка состоящая из двух элементов, и мне всегда нужны какие-то специальные селекторы. То есть вот такие функции, которые возвращают мне первый элемент точки, второй. Ну точка точка на плоскости, понятно, нам нужны две координации. Мы можем написать функции селектора, либо сделать их именованными, либо все время пользоваться вот такими вот лямбдами. Однако можно поступить по-другому. Вместо того, чтобы использовать вот такие вот лямбды, мы можем просто превратить наш тип данных в запись. Для этого мы используем метки полей. мы говорим, что у меня внутри типа данных point хранится на самом деле два значения типа a, и мы можем присвоить им имена. Ну вот в данном случае ptx и pty. Синтаксис вот такой вот. Ну если там разные типы, то просто через запятую мы пишем ptx типа a, pty, типа b. Метки полей работают как собственно как эти самые проекции две, то есть мы можем применять их как функции к объекту типа, к объекту соответствующего типа и соответственно получать ну то есть как функции first и second для пары они работают. Ну если у нас там длинная запись с 10 полями, то мы можем 10 меток полей иметь и соответственно иметь именованные функции, которые обеспечивают нам проекцию. Ну или функции селектора как еще называют. Для работы с такими метками полей есть некоторые специальные синтекси, с которыми позволяют кое-что делать. Домашнее задание посмотреть следующие слайды, как инициализировать метки полей, как их использовать для доступа и как обновлять структуру. Значит все, проехали эту тему, это надо посмотреть по слайдам. В домашнем задании одно задание будет на метке полей. В Хаскеле есть два очень важных типа данных, которые, скажем так, важнее, чем BOOL. BOOL очень простой тип данных, а эти типы данных и важнее, и чаще пользуются. Первый тип, это тип, который зовется Maybe. Определен он вот таким вот образом. Он определен как сумма. Вообще типы сумм редко используются в обычных языках программирования, чаще используются типа произведения. То есть вот то, что вы используете обычно определяется как класс в том же C++. Что это такое класс? Ну там есть какие-то члены данных. Они просто представляют собой запись в смысле Хаскеля с метками полей. А вот типы сумм используются редко, а в Хаскеле они часто используются. И вот базовая сумма это такая сумма. тип данных Maybe. Тип данных говорит следующее. В нем либо ничего не лежит, он пустой, либо в нем лежит одно значение типа A. То есть у него есть два конструктора Nothing и Just. Конструктор Nothing говорит, что там ничего не лежит, а Just означает, что там что-то лежит. То есть тип Maybe можно рассматривать как некоторую коробочку, в которой мы можем либо лежать объект, либо там ничего нет. Ну как раз как используется этот тип. Этот тип используется в Haskell некоторым универсальным образом, в других языках программирования у вас может быть переменная Null и Not Null. То есть либо она не инициализирована, это Null, либо она инициализирована. Ну вот с Null работать неудобно, а в Haskell есть проблемы с эксепшенами и так далее. А вот в Haskell как раз для этих целей Maybe используется. То есть если у нас есть ситуация, когда чего-то может не быть. Ну вот пример простой. Есть, кстати, тип данных Maybe, а есть функция элиминатор для типа данных Maybe, естественная, которая работает так. Передается в качестве третьего аргумента объект типа Maybe. хотим получить в качестве результат некоторое значение типа B. Как нам разобрать Maybe аккуратно? У нас должно быть два возможных варианта. Либо если там лежит nothing, то мы возвращаем некоторое значение, которое в качестве первого аргумента передается. Это инициализатор для nothing, вот там первый B, который в Maybe с маленькой буквы функции присутствует. Либо если у нас в Maybe что-то лежит, тогда это значение типа и нам нужна функция типа из А в B. Ну вот собственно инициатива Мэйби именно так и делает. Если Maybe пуст, то используется некоторое значение по умолчанию возвращается, а если Maybe не пуст, то тогда значение обрабатывается этой функцией и возвращается значение соответствующего типа B. Ну где Maybe может использоваться? Ну вот например функция Find, которая ищет значение удовлетворяющее некоторому предикату в списке. Почему здесь возвращается Maybe? Да, она может не найти никакого значения и тогда возвращается Nothing. А если находится значение удовлетворяющее этому предикату, то это значение возвращается. Ну вот собственно пример использования Maybe. Чуть более сложный тип данных это тип данных Ather. Он представляет собой так же как пара представляет собой самый базовый способ организовать нам тип Декартова произведения. Тип Ather это самый базовый способ задать нам тип суммы. То есть мы просто говорим что это сумма двух значений. Либо там лежит значение типа A в конструкторе Left, либо лежит значение типа B в конструкторе Right. Ну вот тип Ather Ather выглядит так. Функция Ather с маленькой буквы стандартной она как раз представляет стандартный элиминатор для этого типа данных. То есть если мы не хотим делать сопоставление с образцом мы можем элиминировать с помощью этой самой функции. Ну вот например я могу определить некоторый безопасный head таким образом. Head три штриха. Он возвращает либо строку в случае Left сообщением об ошибке либо значение типа A. Ну вот она определена так. для непустого списка это значение типа X в конструкторе Right. Конструктор Right означает еще правильный. Обычно Ather используется для обработки ошибок в Haskell. То есть если все пошло хорошо то мы засовываемся в конструктор Right и продолжается. А в Left обычно лежит String либо некоторый обработчик ошибок которые в данном случае там лежит строка которая содержит информацию о том что же за ошибка произошла. Да. одну вещь которую я не сказал потому что уже пытаюсь бежать идея такая у нас есть мы пишем вот так data скажем point равняется и здесь конструктор PTA вот например такой у нас тип данных был имя конструктора типа и имя конструктора данных в Haskell совершенно никак не связано то есть можно в отличие от обычных гражданских языков где имя конструктора это имя тип ну в C++ это так да то есть конструктор называется так же как тип в Haskell это не так но в подавляющем большинстве случаев если у нас конструктор ровно один то здесь используют то же самое имя они живут в разных пространствах имен поэтому никакой разницы нет то есть обычно используют вот так вот когда конструктор данных один это живет слева от оператора типизации это живет всегда справа это конструктор данных то есть вот это важное соображение часто так делают если конструкторов несколько то конечно так не делают потому что у них разные имена должны быть у разных конструкторов вообще ситуация с суммой она конечно некоторая специальная она в обычных языках практически нигде не встречается или то или это такого не было ну ладно теперь все-таки со стандартными списками есть модуль data list где определено огромное количество функций я рекомендую вам его проглядеть в хаске лист типа функции короткого описания понятно что она делает обычно вот есть основные функции которые в data list определены часть из них экспортируется в прилюты прямо доступны без подключения модуля data list часть из них требует соответствующего импорта ну и вы в домашних заданиях имеете право импортировать единственное что в самом начале вашего в окошке вы вводите соответствующий импорт все импорты делаются в самом начале модуля в самом начале файла это в общем некоторое требование хаскеля и в ваших домашних заданиях вы можете импортировать сколько угодно нужных вам библиотек с помощью директивы импорт в самом начале файла основные функции вот такие во-первых функция tail которая возвращает нам хвост списка то есть передается список отрывается голова а хвост возвращается вот функция tail она определена в стандарт библиотеке таким образом ну и ясно что она делает ясно как и для чего ее использовать видите да используется представление с образцом соответственно на непустом списке возвращается тот xs который как раз у нас разбирается с помощью представления с образцом на пустом списке возвращается сообщение об ошибке следующая функция take она берет и из головы списка откусывает нужное количество элементов передается два параметра значения типа int и список возвращается тоже список но длины в точности той которая передана ну не в точности той если он короче то возвращается весь список ну как take работает при отрицательных n возвращается пустой список независимо от того что там при положительном в противном случае на пустом списке независимо от n возвращается тоже пустой список ну и наконец содержательное третье уравнение к нему переходит только тогда когда список сам не пуст и n как вы понимаете больше нуля тогда происходит следующее тогда мы просто берем x и прицепляем его голову того списка и вызываем функцию take на аргументе на единичку меньшем над хвостом списка то есть вот такое рекурсивное определение которое просто пересобирает нам первые n элементов списка потому что как только у нас становится ноль так появляется пустой список ну реализация перед вами в общем я не думаю что какие-то вопросы она вызывает это определение стандартной библиотеки следующая следующая функция которая используется стандартной библиотеке это оператор два плюсика это оператор конкатенации двух списков то есть в результате получается список который составлен из двух списков обратите внимание x перебирается у нас здесь то есть первое слагаемое а второе слагаемое используется как оно есть ys то есть с ys никогда ничего не происходит когда мы складываем два списка то у нас происходит следующее у нас если пустой список складывается с ys то возвращается просто ys понятное дело второй список а во втором случае происходит следующее у нас рекурсивно вызывается плюс плюс операция а к голове этого результата добавляется x здесь важно понять как расставлены скобки на самом деле если посмотрите на приоритет операторов вы увидите что во-первых оба этих оператора и собственно конструктор списка инфикс и двоеточие и плюс плюс пласт пласт имеют один и тот же приоритет и второе они все правоассоциативны поэтому можешь сами голове расставить тогда скобочки раз они правоассоциативны то есть сначала выполняется оператор пласт пласт то есть он действительно вызывается рекурсивно на двух списках второе слагаемое не меняется от первого слагаемого убираться хвост ну и пока первое слагаемое не кончится используется второе уравнение а кто первое слагаемое опустошается используется первое уравнение какая сложность этих операций. Ну, про TAIL. Сначала про TAIL поговорим. TAIL константная, take. Ну, в точности длина n, да? Сколько раз срабатывает? В точности n. То есть список может быть очень длинный. Он даже бесконечный может быть. Мы дальше увидим, что можем работать за бесконечными списками. Но здесь сложности. То есть один раз он срабатывает и после этого. Хорошо. Сложность конкатенации. Длина первого списка. Вот. И дальше про конкатенацию надо вообще поговорить. В Haskell довольно эффективно происходит работа со списками. Дело в том, что YS здесь используется тот, который есть. Он ни разу не пересобирается. И более того, что такое YS? На самом деле мы знаем, что всякий список у нас, вообще всякий объект в Haskell, все, что у нас есть, это на самом деле санк. То есть вот есть YS и он куда-то указывает. И вот этот вот список YS, который у нас был, ну пускай там было ABC хранилось. И вот мы добавляем XS. У нас вот это ABC используется в качестве хвоста, а XS он здесь пересобирается. То есть у нас пересобирается здесь какой-то кусочек списка, ну там пускай X это XY. То есть вот это все пересобралось у нас. И вот этот вот список, он организован следующим образом. Он на самом деле устроен так. У меня есть список XS отдельно. Это санк вот сюда глядящий. Есть список YS отдельно. И есть список XS плюс YS, который при... На самом деле никаких вычислений не происходит, пока нам не нужно что-то от этого списка сделать. А вычисления начинают происходить, если нам, например, нужно вывести весь этот список, ну или что-то с ним сделать, обработать каждый элемент, то у меня пересобирается X и Y. То есть вот у меня X, потом Y где-то в новый. А потом у меня хранится указатель на этот самый хвост. То есть вот этот хвост переиспользуется в памяти. Из-за ленивой природы Хаскеля это, в общем, совершенно естественный процесс. Там не надо даже как-то это отдельно программировать. То есть идея такая, что хвост может быть бесконечен, но он не копируется этой функцией. Копируется только голова. Вот голова пересобирается действительно, там какие-то действия активные происходят. А хвост никогда не копируется. Второй список используется как он есть, Y. А поскольку у меня все структуры данных немутабельны, это никогда смутировать не сможет. Поэтому как раз из-за этой имутабельности очень много эффективности есть. То есть кажется, что эта функция неэффективна, на самом деле она достаточно эффективна. Если что-то может использоваться многократно, оно многократно используется. Ну вот, это, в общем, некоторые соображения, касающиеся того, как у нас устроены все эти операции в смысле сложности и в рантайме. Дальше полезные функции высших порядков. Ну, функции высших порядков, high order function, это функции, которые принимают в качестве аргументов другие функции. Ну вот, первый пример – это функция фильтр. Функция фильтр принимает два аргумента. Унарный предикат над типом А и список значений типов А. Ну и функция фильтр делает следующее. Она берет, пробегается по списку типа А и выполняет над каждым элементом этого списка проверку с помощью этого предиката. Если предикат выполняется, то значения прицепляются в голову списка результирующего. Если же предикат не выполняется, то значение отбрасывается. Ну, собственно, функция именно так и написана. На пустом списке, возвращаем значением служит пустой список. Ну, а дальше, если у нас есть унарный предикат и список не пустой, то мы берем, используем сопоставление с образцом. Мы смотрим на голову списка. Если унарный предикат выполняется, здесь guard используется, то тогда x добавляется в голову. А в противном случае у нас просто запускается та же самая функция рекурсивно на хвосте списка с тем же самым предикатом. То есть здесь идет рекурсивный вазов. Ну, и каждый раз при каждом шаге у меня длина списка уменьшается на единичку до тех пор, пока она не дойдет до пустого списка. Следующая функция очень важная, она у нас потом будет лезть изо всех щелей в разных ипостасях, это функция map. Это функция, которая берет список и функцию. И делает она следующее. Она над каждым элементом списка выполняет эту функцию, получает элемент другого типа. Функция абсолютно произвольная. Функция из A в B в хаскеле это вообще описание любой функции. Выполняет эту функцию над каждым элементом, получает значение типа B и укладывает список. Сам по себе список не меняется в том смысле, что какая длина была, такая и осталась. Какой порядок был, в общем такой порядок и остался. То есть тут только лежат в списке B обработанные элементы из списка A с помощью функции map. Ну вот реализация функции map очень проста. Опять точно так же мы рекурсивно называем функцию map на хвосте на непустом списке, обрабатывая голову списка этой функции. То есть конструируем новый список на основе старого. есть какие-то вопросы по поводу реализации, да? Нет, они по разному работают. Фильтр меняет shape, меняет структуру. Фильтр либо включает что-то в результат, либо не включает. То есть фильтр вообще берет список и делает его короче, если там есть что фильтровать. А map совершенно не меняет структуру. То есть какой был список, такой и остался. Там элементов столько же, сколько есть. Он просто обрабатывает элемент и независимо ни от чего кладет его в результат. Поэтому тут нельзя говорить, что это частный случай, это разные функции. Ну да, этот слайд я, с вашего позволения, пропущу. Можете его сами посмотреть. Единственное полезное здесь, есть вот такой вот значок, который в GHC маркирует Unboxed Types, так называемый. Вообще все типы у нас находятся в некоторых коробочках. То есть они представляются THANK, косвенность. То есть есть некоторая коробочка, которая обеспечивает THANK. То есть у нас все лежит в коробочке THANK. И если нас интересует значение, мы в эту коробочку залезаем и что-то там запускаем. Там либо значение лежит, либо вычисление отложенное, которое должно быть запущено, если мы интересуемся значением. А вот есть так называемый Unboxed Tip, и в GHC как раз вот такой вот значок в конце. Тип или значение означает, что это все Unboxed. То есть это такие низкоуровневые вещи, которые уже работают немножко по-другому. Ну, как в обычных языках. Доступ к значениям. Ну, реальная реализация Length, скажем, в GHC, она по-другому устроена. Все, это совсем коротко. И теперь то, что нужно рассказать обязательно и к чему я иду, это, конечно, бесконечные структуры данных. То есть помните, с чего мы сегодня начинали? Мы писали вот такую функцию. Она была бесконечная и, более того, совсем не интересная. Потому что она сразу расходилась и ничего не делала. Кажется, что та функция, которую я здесь определяю, бесконечный список единиц, выглядит точно так же. Ну, вроде я фактически то же самое делаю. Я говорю, что что такое функция Length? Это единица, добавленная в голову Length. То есть если раскрывать это определение, то что получится? Once – это единица, добавленная в голову once. Ну, только наоборот, конечно. А что это, если продолжать раскрывать определение once? Это единица, добавленная в голову once. То есть если запускать вычисление, то что произойдет? У меня сконструировался некоторый бесконечный список единиц в потенции. А рекурсия в Haskell происходит каждый раз, как только тогда следующий вызов происходит, когда он действительно необходим. И поэтому функции типа Take и большинство, многие функции такого-такого рода, они эффективно позволяют обрабатывать бесконечные структуры данных. Ну и вот дальше я показываю, как работать с бесконечной структурой. NumStrom – это бесконечная структура, NumStrom 0 – это тоже бесконечная структура. Более того, я могу вызвать некоторую функцию типа MEPA. Например, возведение в квадрат на эту бесконечную структуру напустить. У меня получится другая бесконечная структура с QS, которая будет состоять 0, 1, 4, 9 и так далее. Бесконечная структура. То есть я функции определяю совершенно не заботясь о том, чтобы у меня бесконечная структура, бесконечный список. Я его перемонтирую, монтирую на основе одного бесконечного списка, другой бесконечный список. А потом в самом конце, после того, как я определил большое количество бесконечных структур, я просто вызываю тег и волшебным образом, ну теперь для вас не совсем волшебно, у меня формируется некоторая конечная конструкция. Правда, для этого я должен аккуратно писать всякие разные функции. То есть мы можем написать некоторую функцию, которая слишком энергичная. И тогда я пишу тег 10, а она все равно почему-то вычисляет хвостик. Вот это некоторое такое важное умение на Хаскеле писать функции достаточно ленивые, чтобы внешние обработчики могли с ними для него работать. Да, если мы чего-то форсируем, ну тут нет, тут вопрос в том, насколько что факт форсируется в реальности. То есть как раз в Хаскеле достаточно сильный конструкция, достаточно сильный барьер. Но его можно пробить там все равно. Вот нужно понимать, что с этим легче на примерах разобраться, где что и насколько форсируется. Ну вот есть регулярные большие структуры данных и есть всякий синтаксический сахар, который мы потом позже поймем, как он организован. Пока я просто говорю, что есть, например, такая штука, как двоеточие. Две точечки подряд означают, что заполни промежуток значениями. Вот, например, список от единицы до 10 легко задается вот таким вот образом. Единица, двоеточие, 10. Более того, первые два элемента перед двоеточием задают мне шаг. То есть я могу, например, сказать 1, 3 и дальше двоеточие 17. Это значит, что нечетные числа будут. Видите, да, второй пример? Это просто можно прямо в гажцах набирать и смотреть, во что раскрываются соответствующие конструкции. Ну, более того, это работает с любыми инстансами enuma, потому что на самом деле все это внутри enuma определено. Скажем, для букв я тоже могу. Если я хочу весь алфавит от a большого до z маленького получить, я просто пишу вот такой вот списочек, и мне выводится все, что у меня есть. Ну, в том порядке, в котором, конечно, оно в стандарте ASCII определено. И более того, я с помощью двоеточия могу бесконечный список задавать. Вот последний пример на этом экранчике показывает нам, как это делать. Ставим просто двоеточие и не ставим окончание. Ну и, соответственно, получается. А для этого так тоже можно сделать? От буквы до бесконечности тоже можно сделать? А там он не до бесконечности. Ну, то есть, как это будет работать, он там вылится с ошибкой. Потому что... Ну, может сами попробовать посмотреть. Там он кончается. Внутренность всего этого мы разберем, когда классы типов будем проходить чуть позже. Как это сделано? Пока просто... Ну, в общем, пробуйте, потому что это все как бы экспериментально проверяется. Вот последний пример. Он до бесконечности будет заполнять вам экран все увеличивающими числами. Потому что с одной стороны он работает, это содержательная работа. Ну, а с другой стороны, как бы просил вывести, ну, вот он и выводит все. Ну, легко можно сказать take 10 и получить первые 10 элементов. Есть, однако... Ну, вот такие линейные последовательности. Понятно, как формировать теперь. А если есть нелинейные последовательности, да, это тоже есть техника, которая называется list comprehension, выделение списков. Техника list comprehension очень напоминает... Вот, смотрите, первый пример я его просто напишу на языке теории множеств. Множество x, возведенных квадрат, таких, что x принадлежит интервалу от 0 до 9. Знакомо вам такой из математики записи? Вот в Хаскеле ровно так же можно писать. Это называется выделение списков. Кстати говоря, вот математическая запись, множество элементов, таких, что верен какой-то предикат. Оно в теории множеств базируется на аксиоме, которое называется axioma of comprehension. Именно отсюда слово list comprehension для обозначения вот этой вот штуки. Ну, по-русски это аксиома называется аксиома выделения. Ну, и поэтому я называю выделение списков. Хотя, в общем, более общеупотребительно в современном мире перевод генерация списков. Ну, может, как угодно это называть, процедуру comprehension. Ну, вот этот способ задать список, содержащий элементы, вычисленные по какой-то формуле, где x пробегает какие-то значения откуда-то берется. То есть, вот эта стрелочка вправо, она на самом деле, мы с ней потом еще столкнемся, стрелочка влево, мы с ней в хаскеле столкнемся, увидим откуда она вылезает и почему она здесь. Но пока просто мы знакомимся с некоторым полезным синтаксисом. Можно написать несколько генераторов. Ну, вот, в частности, второй пример показывает мне, что можно выбирать тройки, скажем, конструировать тройки и писать генераторы. Чем правее генератор, тем чаще он обновляется. То есть, порядок такой. Сначала 1, 1, 1, потом 1, 1, 2. Ну, как часы работают. Потом 1, 1, 3 и так далее до 19. Когда последний список закончился, то начинается 1, 2, 1, 1, 2, 2. Ну и так далее. То есть, здесь есть три разряда как бы x, y и z. Ну и вот у меня все такие элементы перебираются. Но мы можем еще дополнительно накладывать дополнительные условия. В том же самом списке, через запятую дальше, мы можем наложить булевые условия и значения включаются вот сюда только тогда, когда булевые условия здесь все выполняются. Сейчас здесь я говорю, что я хочу найти все пифагоровые тройки, то есть тройки чисел таких, что x квадрат плюс y квадрат равняется z квадрат. И вот они перед нами. Есть... Еще раз, я только что об этом рассказывал. Он самый правый. У меня есть три генератора для x, для y и для z. Самый правый генератор крутится чаще всего. Собственно, это видно по результату. Ну, более того, я мог бы добавить здесь еще проверки. Например, вот так вот. x меньше или равно y. А еще y меньше или равно z. У меня здесь сейчас, если вы видите, есть повторение или нет повторения? Да, вот 3, 4, 5, 4, 3, 5. Ну, на самом деле, это как бы одна и та же пифагоровая тройка, правда? Ну, то есть, вот нет, я должен как раз... Чего я должен? Вот этого достаточно. Z у меня специальная природа играет. Нам бы написать x меньше или равно y, и тогда первое прошло, а второе бы не вышло. То есть, здесь я могу накладывать сколько угодно условий. А y это к самому? Вместо единички для y. Еще раз. Ну, вот y у нас от 1 на 19, можно там, вместо единички x написать? Да, можно. В более правом генераторе можно, как бы, использовать более левое. Так. Ой, все. Для того, как... Продолжение следует...